Музыка В русской школе Там Я вчера сосульку ела Было очень вкусно Вкусно или вкусно А потом я заболел Заболел или заболел И потом было очень грустно Грустно или грустно То есть многие дети не знали Как правильно Ну нет, задание было узнать Используя проверочное слово Подожди, они не используют Скажем на салфоне что-нибудь Или там на компьютере Нет, задание было найти проверочное слово Какое проверочное слово? К слову грустно, какое проверочное слово? Для грустного грусть или учительница Сказала грустен Это каков? Грустись Ну мы такой не использовали Грусть или каков? Он грустен Каков грустен А заболел, это будет боль Боль А для... Боль Значит, ой, заболел Да, и потом для Вкусно Можно вкус Вкус Или Или вкусен Или вкусняшки Вкусняшки Нет, это не помогает Потому что может быть вкусняшки Ой, кошмар Я бы не вкусняшки Как-то очень, да Вкусняшки Это через счет Что у тебя за ушки такие симпатичные? Мне подарили на день рождения Они очень модные Они у котятые ушки Так подожди, прям в школу можно? Так можно в школу ходить? А? В школу можно так Ага, а еще мама мне подарила колечко с кошечкой Только я его еще не одела В кошачьих ушах ты ходишь в школу? Ну, да А в чем еще дети ходят в школу? Кроме кошачьих ушей? Ну... Пятиклассницы В чем ходят? А, ну... Ну... Это то, что сейчас Припапило Спрячится А что припапило? Что у вас? Эти ушки Понял Так, может быть, ты по-английски стишок какой-нибудь знаешь? Наверное? У меня есть один Который нам задали Мне надо только его запомнить сначала Но я думаю Я думаю, я его могу запомнить Потому что я прочитала И потом Он такой смешной Только я не совсем знаю Почему нам учительница задала Потому что Это читает Это Это from First person Первого лица И это человек Это мальчик и это немного awkward получается Потому что Там говорится about Oskillating Someone's daughter Там есть есть одна линия I wouldn't dream of Oskillating Somebody's daughter Это переживаешь awkward Потому что мы девочки А аскюлейтинг это как? Аскюлейтинг Аскюлейтинг это как? Это целовать А почему не кисен? Не в рифму, наверное Не в рифму, да Слушай, а что люди говорят такое слово? Вот я в Америке там почти 30 лет живу Не слышал, что кто-то говорил Ну это такое слово, которое там Ну и сциллограф похоже Аскюлейтинг, ну да Слушай, тогда расскажи про эту русскую Школу воскресную, что там дети делают? Ну упражнения читать Снежную королеву Мы там Читаем другой рассказик Ну читаем и что делаем? И потом вопросы отвечаем И там задания нам дают Дети вообще, которые ходят, они в состоянии по-русски Говорят в основном или так плохо? Ну один плохо Остальные в принципе да Но это те, которые мои в классе В классе другие А не знаю А на долго ты туда приходишь? Это в субботу? На три часа Наташа только полчаса А мне три часа А Наташа тоже ходит? Да, но она в этот раз не ходила Потому что учительница заболела Сегодня не ходила Сегодня не ходила А что же Наташа так собирает Так Наташа-то она по-русски как раз хорошо говорит у нас Ну да Наташа, скажи что-то Наташи нет настроения Сейчас она так просто не... Наташенька Я пойду с тебе творение лучше Почему у тебя сосочка, пустышка во рту? Зачем ты ее взяла? Наташенька И не интересно Ты не хочешь рассказать про пустышку? А стишок знаешь какой-нибудь? Знает Не хочет сказать Нет Ну я знаю одну из Наташиных стихов Давай из Наташиных Что у нее там в репертуаре Вот уже почти неделя Как читать умеет Эли Все? Эли с мамой в магазине Что за слово на битрине? Начинается на МО Продолжается на ЛО Кончается на КО Оооо Ты всю середину стиха пропустила А середина какая? Ну это Наташина стихотворение Наташенька, а ты знаешь стишок этот? Мы рассказывали Мы чуть-чуть захваливали Мама, ты расскажи Не, ну нет и нет Ну скажи мне тогда Так, ладно Ну, забыла, забыла Значит, наши зрители, пусть кто знает стишок Пусть они расскажут там Нам напишут Про Элю Про Элю В магазине В магазине Почему я пропустила? Знаешь, Эля мне не нравится Вот если бы Зина и магазина Да, получается рифма Не знаю Вот уже почти неделя Как читать имеется Эля Да Эля с мамой в магазине Что за слово? Купили в магазине резиновую Зину Резиновую резину Нет, это настоящий стих у нас в книжке есть Да Купили резину? Резиновую зину Резиновую зину Резиновую зину Пошли до магазину Купили там резину Друзья, у нас тут шпора есть Шпаргалка Давай Эксерт Эксерт Ну, надо сказать, что это считается, что это стихотворение, наверное, было спонсировано фармацевтической индустрией, какими-то вот лоббистами, потому что очень много положительного. Говорит, я от своих вирусов не отказываюсь, но с другими не делюсь. Это очень хорошо. У тебя еще стишок? Ты как-то достала, как фокусник из кармана, бумажку. Откуда ты ее достала? Ну, давай. Ну, это новогодняя. Давай новогодняя. Давай новогодняя. Давай новогодняя. Hear this excerpt from The Bells, by Edgar Allan Poe. Okay. Hear the sledges with the bells, silver bells, what a world of merriment their melody foretells, how they tinkle, tinkle, tinkle in the icy air of night, while the stars that oversprinkle, all the heavens seem to twinkle, in a crystalline delight, keeping time, 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 in a sort of runic rhyme, to the tint and abulation that so musically wells, from the bells, 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 from the jingling and tingling of the bells. Ты знаешь, мне это напоминает известное стихотворение when you tinkle, if you tinkle, when you sprinkle, то потом за собой надо протереть. If you sprinkle, when you tinkle, be a sweetie, wait the city. Я не закончила. А, окей. Мы не хрифтал. Это просто рифма. Это все, тот, который там, где заболел человек, это был про Огден Наш. То есть это написал Огден Наш. Это Лиммерикип, про Огден, который написал Огден Наш. Только Огден Наш, ему не совсем нравилось по правилам писать. Он писал, как хотел. Это многие дети так делают. Ну, нет, это как взрослые, что-то. Окей. Три маленьких стихотворения, которые нам надо было запомнить один раз в школе. И мне было все правильно. Давай. The Shrimp by Огден Наш. A shrimp who sought his lady shrimp could catch no glimpse, not even a glimpse. A time translucent is rather a nuisance. Это потому что... Я помню, ты писал о Лиммерики, ничуть не хуже были. Это... Это... Огден Наш, он нравится... Играет со словами. Так. Тут вторая... Вторая линия could catch no glimpse, а третья not even a glimpse. Не glimpse, а glimpse. Ну, чтобы... Чтобы она рифмовалась, shrimp. И shrimp, они... они же... невидимые, поэтому... как все-таки никогда не нашел свою леди shrimp. Окей. Давай. celery by Огден Наш. Так. Celery raw develops the jaw, but celery stewed is more quiet and chewed. Это значит, что как... Celery... Celery... Оно обычно твердое. Сельдерей, да. Вот почему она говорит develops the jaw, потому что надо жевать его. А stewed, как сваренное, оно мягкое, поэтому просто потише его. Можно сказать тушенка, но в смысле тушеная. Так. Ну да. The Firefly by Ogden Nash. Вот это немножечко в конце смешно. Давай. The Firefly's flame is something for which science has no name. I can think of nothing eerier than flying around with an unidentified glow on a person's posterior. Ох ты, Господи, да боже мой. И Ogden Nash, как я говорила, ему нравится играть со словами, поэтому он написал «Posterior». Да. Вот так вот. Видишь, как «Earior» E-E-R-I-E-R P-O-S-T-E-E-R-I-E-R Posterior, да. Тип Маяковского тоже. Понятно, он тоже любил так вот играть. Мне даже нравилось, по-моему, это сомол застелить. Да. «Партия и Ленин близнецы, братья». Кто более матери, истории и ценен? Мы говорим «Ленин» подразумеваем «Партия». Мы говорим «Партия» подразумеваем «Ленин». Вот, пожалуйста. Тоже помню с детских лет, вот как Саша. У каждого, у каждого своим воспоминаний. Салют. Все, отлично. Руки вверх. Руки вверх. Руки не штука, а вот ноги. Там вообще, вот эта детская мечта, когда ты выберешь на кровати, все, они в логике. Хорошо, хорошо, трудно. вверх. Мы говорим «Партия», Динято. Мы говорим «Партия». Это ж какой класс? Даже 7, даже 8, даже 7.